Войну должникам объявили ноябрьские коммунальщики и главное оружие в этой битве – глот. Так называется оборудование для локального ограничения водоотведения, которое уже с конца прошлого года в своей работе используют специалисты, управляющие компанией «Крепость». К настоящему времени они уже установили пять заглушек. Подробности у Ольги Поповой. Не любоваться окрестными красотами поднялись на крышу пятиэтажного дома работники, управляющие компанией «Крепость». Здесь они с более важной миссией – установить заглушку на систему канализации. Камера монитора и, собственно, сама заглушка. Если не выдаваться в подробности, вот что из себя представляет глот. Это оборудование, которое используется для локального ограничения водоотведения. То есть в общий стояк не будут уходить стойки только из одной квартиры. Раньше просто ходили слесаря, как говорится, с тросиками, да совсем. А сейчас, видите, телевизор, кнопочки. На месте не стоит прогресс. Сменный мастер аварийно-диспетчерской службы Олег Баранов говорит – это своего рода ноу-хау в мире ЖКХ, благодаря которому бороться с должниками теперь намного легче. И что самое главное – такой метод воздействия на неративы горожан очень даже действенный. Когда человеку отключают канализационные стоки, он не может ни помыться, ни побриться, ни сходить никуда, то, конечно, действует. Здесь на 8 марта 11 специалисты крепости устанавливают очередную заглушку. Она уже пятая по городу. Было бы больше, но многие должники идут в расчетные центры уже после первого уведомления. По прошествии одного месяца мы еще раз извещаем должников о том, что мы через три дня, то есть еще последнее напоминание как бы идет, о том, что мы через три дня у вас отключим. Если мы не вручили лично под роспись, то мы отправляем с уведомлением. Это юридически считается тоже врученным, чтобы люди поняли, что если они получили письмо, даже если они не сходили за ним на почту, это считается врученным документом. В крепости готовы пойти людям навстречу. К примеру, можно оформить рассрочку платежа. В этом случае часть долга надо заплатить сразу, а оставшуюся часть можно разбить на три месяца. Если у человека долг один месяц, то на квартире, если семья из трех человек, он суммируясь, уже получается как бы трехмесячный на этой квартире долг за коммунальную услугу. То есть буквально на следующий месяц, после неуплаты одного месяца, если семья состоит из трех и более человек, уже имеем право по закону отключать. Мы, конечно, делаем чуть позже это все, через три месяца. Но если все уведомления и извещения на человека не подействовали, тут уж у коммунальщиков не остается выбора. И тогда они прибегают, как говорят сами, к крайней мере. Кстати, за эту крайнюю меру должнику тоже придется заплатить. И установка, и снятие, это услуга еще и платная дополнительно. То есть, когда мы снимаем, выезжаем, то человек обязан еще кроме своих долгов основных оплатить еще и вот эту вот установку и снятие, потому что там задействованы люди, это время, это деньги и все прочее. А это еще плюс 6,5 тысяч рублей к основному долгу. В списке тех, кто в скором времени на личном опыте может узнать, каково жить в квартире с ограниченным водоотведением. Семь человек. Именно столько должников пока никак не отреагировали на уведомления управляющей компании. Оп, оп, вот так. Все? Да. Держим. Ольга Попова, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Новости нашего города.